В Русском театре поставят новый спектакль «Наполеон и Жозефина 2» по пьесе чешского автора. Зрителям расскажут историю императора на острове Святой Елены и о его любви к женщине по имени Жозефина. Мы вместе с артистами хотели рассказать некую притчу, некую притчу про разницу отношений к жизни мужчины и женщины. Забудьте обо всем, что мы говорили о Жозефине в учебниках «Плеистории». Это не она. В пьесе рассказывается в связи с ним о другой женщине. Жозефина – это крестьянка с Корсикой, у которой есть свои планы для Наполеона. Я так думала, что ты приехала передать мне поклон от парижского люда, а ты просто занимаешься вымогательством. Я вот и передала вам, это передает мой зять Эрнест. Вот моя экономка тоже вам кланяется. Месье Карнуа тоже вам передал. Он вас чистенько вспоминает. Притвиза вас, он потерял ногу. Чтобы не пересказывать всем сюжет спектакля, мы поинтересовались у прохожих, чем именно у них ассоциируется Наполеон и Жозефина. Ребята, сыграем в ассоциации. С чем вас ассоциируется слово «Наполеон»? Наполеон с тортом. Тортик, да. А если так усложняем задачу, Наполеон у Жозефина? Жозефина? Ну, значит, маленький такой, значит, вождь там, не знаю, какой-то. Нападать надо, что-то такое. С таким маленьким коварным. Торт. Ну, вообще-то со французским руководителем. А если так усложняем задачу, Наполеон и Жозефина? Любовь. Леон, торт. А если усложнить задачу Наполеона и Жозефина? Жозефина? Любовь. Война. Слово находится на поле. Ну, кто это такие хотя бы, знаете? Любовники. Ну, Наполеон, да, кто Жозефина, без понятия. С чем вас ассоциируется слово «Наполеон»? С тортиком. А если усложнить задачу Наполеона и Жозефина? Ну, естественно, с полководцем великим. Кто такая Жозефина, знаете? Конечно, знаю. Его любимая женщина. Большинство прошенных нами прохожих Жозефиной интересует мало. Только вместе с Наполеоном люди проводят параллели с любовью. Что касается самого полководца, то у людей в основном возникают гастрономические ассоциации. Наполеона ассоциируют с тортом. Ольга Китикюри, Шенкаренко, Думска, ТВ.